Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник. Традиционный день добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь, для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И помогают нам включать «Зелёную лампу» наши гости. Их две сегодня. Это дизайнер Катерина Муц. Здравствуйте. И режиссёр Светлана Бара. Здравствуйте. И мы с ними будем говорить о том, что они готовят сюрприз и подарок для рижан. Это благотворительный семейный праздник. Совершенно бесплатный, кстати, но очень интересный, который состоится в июне, 5 июня. Но об этом чуть позже. А сейчас мы хотим рассказать вам, кому помогает «Зелёная лампа» на этой неделе. Это, честно говоря, экстренная ситуация. Дорог каждый день. И действительно, ситуация очень серьёзная. К нам обратилась юрмальчанка, а бывшая жительница Даугавпилса, да сейчас она живёт в Юрмале, Елена Бойкова. И обратилось очень много её друзей с просьбой о помощи. Потому что Елене в январе был поставлен диагноз. То есть он немножко был раньше поставлен, но в январе был уточнённый диагноз саркома Юинга. Это онкология мягких тканей, да, то есть опухоль мягких тканей руки. И ситуация настолько серьёзная, что в Латвии она прошла вот все возможные там процедуры и исследования, и ей предложили кардинальное решение – ампутацию руки. Но в израильской клинике Ихилов, куда она обратилась и со своими документами, и с просьбой о консультации, взялись за лечение и сказали, что они будут пробовать спасти руку и, собственно говоря, спасти саму Елену, потому что саркома – очень серьёзный диагноз. Но обследование у специалистов и курс лечения первый – это очень дорого. Получается 42 653 евро. Счёт такой вот ей прислали. Как только будет собрана эта сумма, она может туда ехать, и в этой клинике начнут лечение. Но ситуация такая, что счёт помощи уже открыт в ЗЕДОТЛВ, и там за короткое время была собрана половина суммы, что очень много. И когда мы подключились к проекту, мы решили просто сделать исключение, подключиться к этому проекту. Зелёная лампа включает свой телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек. Этот телефон будет работать неделю, чтобы собрать деньги на лечение Елены. А счёт помощи открыт в ЗЕДОТЛВ, и можно его найти и на сайте, и на наших страничках Зелёной лампы в интернете, везде, где мы присутствуем. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях дизайнер Катерина Муцца, режиссёр молодёжного театра Светлана Бара, и мы будем говорить о хорошем. Да, девушки? Да. Как у вас настроение с утра? Прекрасно. Группа энтузиастов собралась и придумала, что надо каким-то образом гармонизировать ситуацию, украсить нашу жизнь. И после, вокруг 1 июня, День защиты детей, вот 5 июня, это будет выходной день, придумали сделать красивый семейный детский праздник, куда пригласить всех рижан и сделать красивое бесплатное мероприятие, которое называется Family Fest Рига 2002. И если вы в Фейсбуке заведёте поиск Family Fest Рига, у вас сразу выскочит этот 2022, и там подробная-подробная есть информация и рассказы о людях, которые присоединяются к проекту, об участниках проекта. Вот, а сейчас, пожалуйста, расскажите нам, да, что уже, что состоится, что подтверждено, какая программа, то есть представьте, что мы рассказываем родителям, почему нужно прийти на этот праздник. Да, украшаем жизнь родителей с детьми, да, если так уточнить, да, почему мы вообще за это взялись? Давайте начнем с того, что кто организатор всего этого. Идейное, как бы, идейное, слово забыла. Вот, как вы видите, была я. Вот, и потом я вот позвонила Свете. Света, мы делаем уже не первый социальный проект. Мы в прошлом году снимали очень интересный проект «Отражение войны». Мы немножко позже его покажем обязательно в общественности, сейчас мы о другом. Вот, и Света, естественно, согласилась. Потом, да. Катерина, а можно пару слов о вас? А, я дизайнер, модельер, я обладатель бренда детской одежды. Наверное, всё, не знаю. Ну, то есть, поэтому вы так неравнодушно относитесь ко всему, что связано с детьми. Да, у меня просто, так как у меня тоже есть сын, я понимаю, что, к сожалению, у нас в стране достаточно мало каких-то мероприятий для детей, что в выходной день мы можем посетить только межопарк. Слава богу, он ещё стоит, вот, потому что, в принципе, очень мало всего для детей. У нас почему-то страна и город совершенно о них не думают. Поэтому у меня такая личная боль, и я вот и думала, а почему бы не сделать самостоятельно. Тем более, у меня есть куча таких классных знакомых, которые готовы, как энтузиасты, совершенно бесплатно со мной идти на эту вот всякую дурь. Вот, и Свете я позвонила, Света, естественно, согласилась. А Света, ещё раз давайте представим, она руководитель молодёжного театра «Инспай». Расскажите пару слов. Да, и молодёжной театральной студии. Да. Я уже шесть лет руковожу театром и десять лет руковожу театральной студией «Инспирэйшн». Мы лауреаты, все латвийские, гран-при «Татьянин день» и в Москве получали лауреаты. То есть вы в Угры находитесь, да? Мы находимся в Угры, да. Сейчас мы открыли в этом году филиал в Доме Москвы. Вот, но это не об этом сейчас. Вот, закончила ГИТИС, курс Романа Виктюка, и вот, собственно, так и живём теперь. Да, и здесь совпали ваши такие какие-то намерения. Ну, мы познакомились в прошлом году, Света мне позвонила, предложила снять социальный проект, а я за любой кипиш, который вот мне очень нравится. И то, что она предложила, я поняла, что это вот как раз отвлекается у меня в душе. И мы снимали офигенно крутой проект с Анечкой Дзибути, с фотографом, и мы, надеюсь, в ближайшее время его покажем общественности. Да, да, есть такие планы. Да. А потом, получается, у меня есть такой товарищ тоже, который мыслит одинаково со мной, Костя Михайлов, у него есть благотворительное общество Happy Smile, и я ему тоже позвонила, он, естественно, тоже согласился со мной идти в бой, потому что мы уже не раз с ним собирали. Мы в своё время познакомились, когда началась пандемия, в стране не было масок, и вот мы с ним познакомились, моя фирма шила маски, а Костя помогала их бесплатно раздавать людям. И сколько масок вы раздали? На тот момент мы так уже потом потеряли счёт, ну, где-то вот первая партия, ну, 500 штук точно было. Он по пенсионерам ходил, раздавал, мы не раздавали как бы всем, естественно, мы не могли, но бабушкам, деткам, нюждающимся мы всегда раздавали. И у вас на публикациях в вашей вот этой группе Family Fest Рига написано, что как раз вот Константин именно в пандемический период у него и возникла вот идея заниматься благотворительностью, волонтёрством, потому что он с друзьями помог очень многим людям, пенсионерам, многодетным, тем, кто остался без работы, продуктами и медикаментами и так далее. Он за свой счёт покупал продукты и развозил их, да. Вот. И вот мы на эту тему с ним тоже сошлись, и вот мы с тех пор с ним общаемся и занимаемся этим. Естественно, он тоже был согласен со мной идти до конца, и, честно сказать, я несколько раз уже сдавалась, вернее, у меня были какие-то моменты, когда я понимаю, что, ну, это тяжело, вот тяжело очень, ты где-то сталкиваешься с закрытыми дверями, ты непониманием. И если бы не Костя, я, наверное, задалась бы ещё пару месяцев назад, этот фестиваль бы не состоялся. Вот. Ну, давайте прежде чем о программе начнём говорить подробно, да, скажем тоже, очень важную для нас вещь, вот эти две девушки обаятельные, они обратились в «Зелёную лампу» и предложили сделать благотворительный акцент в этом мероприятии, в этом празднике. То есть во время этого праздника можно будет помочь конкретным трём деткам, которые являются подшифными героями «Зелёной лампы». Мы потом подробнее о них расскажем ещё, да, когда… Ну, скажем, что это один двухлетний малыш Елисей Василенко в Сережане, живёт в Пурстаемсе, у него двое братиков в семье трое детей, и Миша и Ксюша Егорова, это двойняшки, живут в Иманте с мамой, со старшей сестричкой, вот. Вот, и этим деткам нужны постоянные терапии, реабилитации, это всё дорогостоящее, и мы шествуем над ними уже несколько лет, вот, мы их знаем, и вот в ходе этого мероприятия девушки предложили собрать деньги на лечение вот для этих деток. Да, об этом будет всё написано, вы сможете, вы не пройдёте мимо. Катерина, давайте, может быть, тогда о программе праздника. И давайте вот где это? Это будет проходить на Затюсало, Затюсало Красного 27, рядом с телевидением, я не знаю, именно не телевизионной башней, а где офисы телевизионные стоят. Это практически за мостом вот сразу, да? Да, 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 это прямо вот видно всё, там очень большая парковка, там будет всё удобно, там будет видно сдалека, потому что мы очень много людей. Что радует, что безумно радует, что есть люди, которые согласились бесплатно нам помогать, в виде как волонтёров. Вот волонтёры ЛВ, это Виктория и Виталий Дубов, они нам будут помогать. Вот, потом Аввакум Петров и его мастерская ЛВ с его танцами, также мы устроим, там будет целое соревнование по брейк-дэнсу. Это будет целый коллектив деток, которые будут соревноваться в тот день на сцене. Это очень интересно, кто знает, что такое брейк-дэнс, это такой вот драйв, это веселье, это шум, это громко, всё классно. Потом, что очень порадовало, молодёжь готова нам помогать, автодвижение, латвийское автодвижение Street Drivers Latvia во главе с Андреем Гончаровым, они будут как волонтёры выступать, и плюс они сделают там небольшую выставку необычных машин. Это будет кабриолеты, это будет всё, что такое необычное, не то, что мы можем встретить в городе, а то, что может эстетически тоже понравиться деткам. Ну и потом для фотосессии. Да, и плюс они готовы показаться. Для Инстаграма. Я просто знаю, как мальчишки, вот мой сын любит, мы ездим на эти автодвижения, и как им нравится посмотреть, как работают двигатели, как вообще там посидеть, и это всё будет возможно, и это порадует их. Вот, потом огромное большое спасибо Нике Нестерович, которая согласилась вести это всё мероприятие, потому что я знакома с её мамой Оксаной Нестерович, я думаю, что в регионе очень много кто знает эту семью, это просто добрейшие люди, это люди с огромным-огромным сердцем, и вот Ника согласилась провести всё это мероприятие. Очень непростое задание для неё. Да, но я знаю, что как бы почему-то, когда первые, вот нам стали искать ведущую, это вот так, надо Нику просить, потому что она молодая, такая вся заводная, классная, и она 100% справится. А то есть профессиональная ведущая будет Ника Нестерович? Получается, да. Она как бы только, она при этом, она работает у своей мамы очень много лет диджеем на её мероприятиях, но пару лет назад она стала тоже ведущей, и я видела эти мероприятия, они дико вот такие прям молодёжные, ну, интересные. Праздник. Да, она будет, она человек-праздник, она заведёт там всё, и там, ну, всем будет комфортно, удобно. Вот, потом ещё будут очень классные ребята, команда The Quest, они проводят квесты у нас в Риге, и из-за Ригы по всей Латвии даже уже начали, они уже два года состоялись как команда, и вот они приведут бесплатные квесты для детей с тематикой, называется «Чёрная жемчужина», это будет пиратский квест, где ребятки там будут искать сокровища, делать плоты, запускать их в тазу, потому что мы там не можем найти, где вот тазы будут стоять, они будут варить ром, ну, естественно, не настоящие, но вот, это будет, ну, я уже видела сценарий, вот я сама по вечерам вырезаю им пазлы с кораблей, клеем пазлы, потому что мы не нашли в городе, ну, тематические пиратские пазлы, и приходится это делать мне, вот. Плюс огромное... Пиратские шляпы будут? Ищем, пока ищем, но уже костюмы 100% будут. Давайте обратимся к радиослушателям, друзья, если у вас есть какие-то лишние пиратские шляпы, треуголки. Треуголки, да, они треуголки носили, но если что, я буду... Будьте долгожданными гостями. Да, у меня будет в банданах они стоят, я уже костюм, так как я являюсь ещё костюмером, то у меня вот именно ведущий этого квеста будет одет, у нас будет очень классная пиратка и пират. Димасик, привет, ты уже будешь у меня в костюме шикарном. Ну, можно обратиться ещё к гостям и придумать какую-то идею, как они должны костюмированно быть на вашем мероприятии. А, кстати, да, возможно, надо подумать, кстати, об этом. Может быть, да, одежда. Может быть, это будет пиратская тема, а может быть, тема, если в стране чудес. Главное, пусть приносят сундуки с сокровищами. Номер один задание. Да. У нас будет ещё такое, нам показалось очень интересным моментом, создать лотерею. Таким образом, люди будут проще делать пожертвования для наших деток Елисея, Ксюши и Миши. В лотереи они смогут купить билетик, где они напишут номер телефона, бросят его в коробку и несколько раз в течение концерта будут разыгрываться. И у нас очень много людей пожертвуют нам подарки. Это люди, там, и зубные врачи, и фотографы, и педикюр у нас будет, и витамины от… То есть подарочные карты, да? Они будут… Нет, кто-то нам даже… Вот у нас Дион, спортивное питание, нам выделила витаминки, коллаген. Очень сейчас актуальная тема для красоты, да. И мы вот это всё будем разыгрывать в лотерее. Получается, человек покупает минимально за один евро этот билет, лотерейный билет. У него есть шанс выиграть там… У нас очень много всего. Картины нам, да, художники, картины нам привезли. А какие художники? Я потом буду называть, я сейчас из головы, к сожалению, не всех вспомню. Зовут Елена, фамилию не помню, к сожалению, да. Она предоставила две картины, свои авторские работы. Вот, потом моя подружка Юлия Григорьева, она будет тоже, она рисует на посуде. Она нам выдала очень много посуды всякого тоже. Мы это всё будем разыгрывать в лотерее. То есть авторские работы художественные будут? Ну, как я вкручусь в этой сфере именно дизайнерской, именно вот они, люди, больше всего откликнулись. И, конечно, у ребят, которые из другой сферы, и там тоже откликнулись. Там у нас давно карта на зубных врачей будет. А, и потом ещё Юлечка, моя косметолога, она выделила нам давно карту на свои процедуры косметологии. Вот, у нас очень как бы… И люди как-то вот так дружно сплочились, сплотились и активно занимаются, помогают, привозят сами. И вот таким образом это будет вот эти вот, денежку, которую не купят люди, лотерейный билет, за любую сумму, но минимальная сумма будет 1 евро, да. Они будут потом выигрывать шикарные подарки от людей, которые нам помогают. Ну, к Светлане сразу вопрос тогда, да. А вы как с вашим театром «Инспайр» будете представлены? Мы будем показывать спектакль «Алиса в стране чудес». Прямо на сцене там же, да? Да, прямо на сцене будем показывать. Можно прийти на эту поляну возле телевидения и посмотреть спектакль «Алиса в стране чудес». Вот, у нас будет, во-первых, концерт сначала до спектакля, в котором будут участвовать различные участники различных вокальных, танцевальных коллективов. То есть это будет не только так, что люди смогут прийти посмотреть, кто-то сможет прийти поучаствовать даже, представить свой какой-то номер. Вот, что мне кажется тоже интересно, вовлекаются очень много коллективов различных, и танцевальных, и вокальных, и так далее. Вот, потом будет показ мод. Да, это мой, мой показ мод будет, да. Да, и только затем будет спектакль «Алиса в стране чудес», будут декорации, ну, насколько это возможно, конечно, в такой среде на открытом воздухе. Костюмы, вот, будет красиво, обещаю. И будет, вся эта программа будет опубликована на ваших страничках, где это можно будет прочитать? Да, да, она вот на страничке, как раз на нашей фейсбуке Family Fest, она уже буквально сегодня будет полностью опубликована по часам. А сколько можно приходить, смотреть, смело можете писать нам, узнавать, мы всю информацию расскажем, покажем, поэтому… И знаете, что мы хотим подчеркнуть, вот родители с детьми туда придут в первую очередь, конечно, да, потому что для детей масса мероприятий, включая модный показ, и это очень хороший момент воспитательный для ребёнка, да, то есть, когда мама приводит ребёнка, мы сами были свидетелями с Ольгой не раз, на благотворительный концерт, и ребёнок спрашивает, а что это, а кому это? И он видит, что незнакомые люди помогают какому-то малышу, которому нужна помощь, и он берёт эту денежку, он кидает вот этот ящичек для пожертвования, это, знаете, так трогательно всегда, и это какие-то первые уроки доброты, одни из первых, да, которые могут родители совершенно ненавязчиво дать своему ребёнку, что нужно помогать. У меня такой трогательный момент, это был, по-моему, органный концерт, и вот совсем маленький, значит, малыш, мама ему объяснила, показала фотографию вот ребёнка, которому нужна операция, объяснила, что сейчас будет концерт, и все вот в эту коробочку будут опускать свою денежку, и эта денежка пойдёт на оплату операции этого ребёнка. Ну, значит, взял у мамы, там, денежку положил, потом, значит, он побежал, догнал маму, значит, сказал, дай мне, пожалуйста, ещё денежку, ему очень понравился сам вот акт, акт, акт опускания этой денежки, и вот что он лично помогает. Мальчику, которому собирали деньги, тогда спасли ногу, просто делали операцию, из Елгавы был мальчик, спасли ногу ему. Так, давайте мы вернёмся к теме нашей программы, вспомним, кому посвящена наша программа. Напоминаем, что сегодня мы включаем зелёную лампу, чтобы помочь Елене Бойковой, она живёт в Юрмале, в Каугуре. У неё, кстати, сегодня день рождения. Вот я хочу об этом как раз сказать, что так совпало, когда мы с ней разговаривали по телефону, и всё это, вычитывали вот эти тексты, которые у нас опубликованы. Она сказала, что как раз 17-го числа, как раз сегодня у неё день рождения. Ей исполнится 41 год. То есть она совсем молодая женщина, у неё 16-летняя дочка Алиса. Вот сейчас она работать не может, к сожалению, потому что она прошла такой долгий путь диагностики и химиотерапии уже, которая не помогла фактически. И вот сейчас она проходит лучевую терапию, каждый день её возят на лучевую терапию. И она сказала, что ей стало легче, то есть у неё какое-то есть облегчение. Но в Латвии просто нет такого опыта, и ей, собственно, предложили врачи ампутировать руку. У неё онкология, у неё саркома мягких тканей руки, и рука не двигается, она ничего делать не может, естественно. Но вот она села и представила, как она дальше будет жить. То есть всё, вся жизнь, в общем-то, впереди, и вот потерять руку. И она стала писать очень с активной жизненной позиции, такая жизнерадостная, красивая. Можете посмотреть фотографии на страничке зелёной лампы. И она стала писать в разные клиники за границу свой диагноз, свои документы. В Германии ей сказали, что какая ампутация, надо испробовать сначала всё, что можно. Это вообще варварство, сказали, отрезать руку. Но там дорогое очень лечение. Она обратилась в Израиль, и, собственно, в Израиль она нашла клинику, которая специализируется, специалистов именно по этому виду заболевания, которые у неё. То есть именно по этому виду. У них большой опыт. Там тоже клиники как-то разделяются. И они сказали, что приезжайте. Посчитали всё это. То есть первый курс – полная диагностика и четыре курса химиотерапии. Это стоит очень большая сумма – 42 653 евро. Сразу она обратилась в ЗЕДУ ТЛВ, которые открыли ей счёт. И очень быстро было собрано 23 тысячи. Там 23 тысячи с чем-то уже. Но мы присоединились к этой акции. Два счёта нельзя открывать в таких случаях. А ЗЕДУ ТЛВ не берёт уже никаких процентов, перечисленных на счёт денег. И мы присоединили. Зелёная лампа присоединяется и просит всех, кто может, помочь этой женщине. Потому что не просто у Елены сегодня день рождения, а просто это вопрос, когда каждый день дорог, это каждый день на счету. То есть от этого зависит её жизнь. Не просто рука, а её жизнь. И у неё огромное количество друзей. Там просто на их страничках мы смотрели. Вот все пишут, все просят. Просят о помощи. Дочка у неё чудесная – это Алиса, 16 лет. Надо сказать, что вообще Елена, она из Даугавпилса. И когда случилась эта беда, то все даугавпилские газеты, интернет-порталы, они написали об этом. И поэтому очень откликнулось. И нам написали. Да, Латгалия, Даугавпилс, и уже половина суммы собрана. А она перебралась в Каугуре. Потому что вышла замуж. Муж приезжал в Даугавпилс в командировку, они познакомились, и вот теперь она живёт в Каугуре. Да. И ещё раз напоминаем, что счёт от кредитов ЛВ, вы его легко найдёте, он прямо на первой страничке у них. Или просто зайдите в любую нашу публикацию на сайте mixnews.lv и на Фейсбуке в рубрике «Зелёная лампа». Да, там можно просто одним кликом, одним кликом легко перечислить любую сумму денег, с которых, повторяю, не берутся проценты. Об этом написано на страничке Z.LV. Наш счёт мы не открывали. Мы обычно сотрудничаем с фондом BeOpen, но два счёта на один проект не открывается по правилам. А мы подключили телефон, традиционный телефон наш, 9306384, который будет работать всю неделю. Евро 42 цента звоночек. Один звоночек. Меньше чашки кофе. У нас уже такая традиционная фраза. Мы говорим меньше. Ну, правда, меньше. Вот у меня стоит кофе. Это два звонка. Ну да. Это два звонка. Вот, я пойду, сделаю два звонка тоже, но, в принципе, подумайте, что все эти звонки соединяются в большую-большую помощь, и мы сейчас озвучим цифры. Да, у нас есть же цифры по прошлой неделе? На прошлой неделе мы помогали маленькому мальчику. Мы были в гостях у них. Это семья смешанная. Папа Дмитрий и мама Линда, мальчик Райва. Там родился еще один малыш, Ралф. И вот этому двухлетнему Райву нужна была помощь. Да, срочная помощь. Да, срочная помощь. Необходимо было собрать 3150 евро. Это годовой курс, потому что родители просто не тянут. Запомните цифры. Да, и собрали мы 10884 евро. Мы были поражены тому, как откликнулись люди. Через три дня было понятно, мы каждый день публикуем итоги, через три дня было понятно, что вся сумма собрана, и даже больше. Мы сообщили, опубликовали эту информацию на русском, на латышском языке, всех поблагодарили. И вот сейчас мы только что получили, на данный момент, на эту минуту, 10884 евро. Три года собирали на год, на годовой реабилитации. Сейчас этот малыш Райва три года. Мама молоденькая совсем, такая симпатичная, обаятельная Линда. То есть она три года может спокойно об этом не думать, и заниматься воспитанием своих двух деток. Именно этот вид терапии на три года будет обеспечен. Спасибо всем, дорогие люди. Малышу всего два года, ему нужно будет постоянно. У нас и латышские слушатели, читатели, и русскоязычные. Это вообще никакой разницы никто не делает. Мне кажется, что действительно, когда касается вообще национализм этого, мы все дети планеты. Мы все одинаковые, мы все равные. Это очень радует, что в этом моменте как-то все так сближаются и солидаризируются. То есть вот цифра, смотрите, сколько звонков было сделано. Куртамуль был звонок, 2000? Ну, почти 3000 звонков. Почти 3000 звонков было сделано. Это уже большая сумма, уже плюс. Вот к чему мы ведем речь. И Елена Бойкова, о которой сегодня мы говорим, она тоже очень ждет нашей помощи. Повторяю, это вопрос очень серьезный. Там просто каждый день на счету, как только соберется эта сумма, будут перечислены деньги. Деньги перечисляются напрямую в клинику, никому они на руки не выдаются. Будет оплачен счет клиники, и она начнет там лечиться. И мы надеемся, что у нее все будет хорошо. А пока что Елена, вы нас слушаете, наверное, и все ее друзья. Мы поздравляем Елену с днем рождения. Мы верим, что все будет хорошо. Она очень обаятельный человек. У нее огромные глаза, она такая симпатичная очень, жизнерадостная, улыбается. Вот понимаете, вот в такой ситуации она еще способна всех поддерживать. Значит, все победит. Обязательно победит. Вот даже нет никаких сомнений. Все должно быть хорошо, и радости вам, и здоровья от нас всех. Днем рождения. Ну и 9-3-0-6-3-8-4. Вот представьте, что вы просто можете, вот как маленький букетик подснежников, или один тюльпан, да, просто передать человеку, который сейчас действительно стоит перед тем, что перед ним стоит вопрос жизни. Подарим букет звонков, да? Да, букет звонков. Мне нравится в нашем ролике, как «Сделай звонок, подари надежду». Да, 9-3-0-6-3-8-4. И напоминаем, что наши гости сегодня организаторы праздника «Фэмили-фест Рига», который состоится 5 июня на Зачу-сало. А вот я хочу спросить у Катерины, как дизайнера детской одежды, а что сейчас в моде у детей? Ой, вы знаете, я дизайнер детской одежды, но я очень своеобразная, потому что у меня ребенку я покупаю одежду в магазине, что пришла в масс-маркет и купила. Я немножко другой дизайнер, я скорее создаю какие-то такие платья, которые не для каждодневной носки. Я больше для праздника. Праздничный дизайнер детской одежды. Да, я дарю праздник. Это выпускные платья, это когда мамочки выходят замуж, и уже там доченька тоже идет рядышком. Вот это все ко мне. Я люблю, так как у меня такой стиль более винтажный, исторический, ретро, то это все хорошо для фотосессии, это для памяти. Я плюс занимаюсь крестильной одеждой. И очень часто у меня мамочки заказывают такие платья, чтобы потом передать по наследству следующему поколению. И поэтому я немножко о другом. Я не о моде. Я скорее о стиле. И о семейных традициях. Да, о семейных традициях, о ценностях, о именно того, что дорого для души, а не то, что мамолетно. А что будет представлено на сцене во время праздника? Пока смот у меня будет называться «Цветочная сказка». Там будет Татьяна помогает мне с декорациями, там будут огромные ростовые цветы стоять. Я уже раскрываю тайны, извините. У меня вся коллекция будет связана с цветами. Плюс Светочка, не ты, другая Светочка, мне помогает делать, это будет её дебют, украшения для моих моделей. Это будут и веночки, и браслетики, и украшения тоже связаны всё с темой цветов. Это будет очень интересно. Даже музыка уже подобрана, поэтому я буду рада видеть это именно 5 июня, в 5.30 уже будет показ. Показ будет, так же, как и Светин театр, это будет на сцене и стулья. Там будет всё очень правильно, там не будет так вот, это будет всё оформлено очень красиво. Поэтому... В 5.30? В 5.30 будет показ. Вообще начало у нас в 12.00 утра, мы начинаем, это будет представление мероприятия, и в 12.30 всё начинает уже там шуметь, реметь. К вечеру мы к вам подойдём с какими-то, я не знаю, там, напитками, которые поддержат ваши силы. Как можно целый день вот так выдержать? С тонизирующими и укрепляющими, конечно. Я вообще поняла, что я, наверное, акула. Акулы же не могут останавливаться, и когда они останавливаются, они умирают. Ещё есть ласточки, которые никогда не садятся на землю. Я надо больше к акуле всё-таки отношусь, а не к ласточке, я уже поняла. Я пыталась быть ласточкой, но жизнь мне не позволяет быть ласточкой. Я приходится быть акулой, поэтому я сравниваю себя именно с ней. Вот, и мы получаем кайф от этого всего. Мы, честно сказать, я... Вот это понятно, мотивация понятна. Да, мы получаем, этим мы и живём. Это наш кислород, когда наше движение, когда мы смотрим, что в итоге мы получаем от этого вести, это наши дети. Это вот и есть наш ребёнок, который мы взращивали столько месяцев, и потом мы будем получать результат. А ещё, вот для родителей информация. Вот мы, они приводят детей, ещё чем там могут дети заняться? У вас анонсирован фокусник. Там будут у нас фокусник. Спортивные состязания. Будут спортивные состязания, спортивные... Получается, будет весёлый футбол. Будет полоса препятствий. Будут две команды аниматоров. Одна команда «Чемодан чудес». У них будет там целая программа на три часа. Потом будет аниматор «Китсленд». У них будет программа тоже на несколько часов с мыльными пузырями, с татуировками какими-то там блестящими. Короче, приходите, я не буду всё раскрывать, будет очень интересно. То есть просто запускаем туда детей, и дети уже находят себе занятия. Скажите, какая команда у вас? Сколько человек у вас это всё работает? Честно сказать, я сбилась, когда я начинала считать волонтёров, сколько надо будет кормить. Я сбилась и плашу. Много. В разных местах будет всё время что-то происходить. У нас 2,5 гектара земли. Спасибо Виталию Дубову, которая предоставила нам землю. Волонтёры и лагеря предоставили землю. Я не знаю, я не узнаю. Они, скорее всего, в аренде у них. Просто они предоставили нам большое спасибо территорию, которая облагорожена, всё будет почищено, и это всё будет сделано. Это огромное спасибо Виталию Дубову и Виктории Дубовой, которые этим занимаются, именно предоставлением территории. На этой территории, начиная с 12 часов, будет куча пунктов. Там будут даже рыцарские турниры. Там будут настоящие рыцари одевать доспехи. Там потом дадут, возможно, деткам в специальных каких-то там мягких одежках подраться всем этим делом. В доспехах. В доспехах, да. Из поролона. Да. Вот. Потом, что у нас там ещё будет? Будет весёлый Мишка бегать. Карина, привет. Вот. Девушка сама. У нас есть... У меня есть хорошая знакомая такая. У неё есть в Фейсбуке клуб «Зиор». И так как я с ними общаюсь много, они прям такие, все активные, и многие предложили свою помощь. Сами добровольно, мы готовы помочь. И вот тоже классные ребята. И подарки будут предоставлять. Тоже то, что у них есть свой там мастерская хендмейда, и они тоже предоставят подарки для лотереи. Вот. Это всё, в принципе, на территории будет постоянно что-то вот... Там, к машинам, кто хочет пойти к машинам, вот тогда идут к Гончарову Андрею, там он покажет им машины. Кто хочет в квесте поучаствовать, идут к Диме за квест. Вот. И получается вот постоянно... Я представила, знаете, как если вот визуальную даже картинку, да, сколько можно сделать фотографий с пиратами, да, с рыцарями в доспехах, с ретроавтомобилями, с цветочными красивыми эльфами и декорациями, на фоне героев Алисы в «Стране чудес». То есть это вообще какая-то потрясающая феерия. Ещё у нас будет надувной батут, аттракцион у нас будет, и это предоставлено магазин Babylands, вот они предоставляют нам надувной батут. Там вот привезут его, надуют. Вот не имею, даже не знаю, что сказать, потому что мы желаем, чтобы всё прошло просто идеально, гладко, без сучка, без задоринки, всё было здорово. И появилось у нас огромное количество счастливых детей и родителей, счастливых людей. Да, напоминаем, что это всё бесплатно совершенно, детки могут прийти. Единственное, что у нас, скорее всего, будет, естественно, мы не можем полностью там мороженое купить, это будет за денежку, да, там кофе, напитки, это будет за денежку. То есть там будут какие-то киоски, где можно перекусить, да? Мы пытаемся их найти, мы надеемся, что мы их найдём. То есть вы уже кто-то приглашаете фирмы и компании, которые могут предоставить эту возможность. Да, да, да. Мужинская фирма уже есть, и будем надеяться, что всё как бы просто… То есть за это я уже гарантирую, то, что я сейчас перечислила, я уже точно гарантирую, те люди, которые… Ну, я уже не первый год, ну, я не знаю, что сработало, наверное, моё как бы имя, что они как-то знают, что я не подведу, и они меня тоже не подведут. Поэтому здесь то, что я сейчас перечисляла, это 100% будет. Ну, посмотрите, схема получается такая, что люди придут на праздник, где бесплатно будет им предоставлено то, что, в общем-то, ну как, стоит денег и входных билетов. Но вместо этого они смогут оставить своё пожертвование, которое пойдёт на лечение вот этих конкретных троих деток. И Ксюша, и Миша. Там будут у нас на территории расставлено примерно, ну, мы там, посмотрим, наверное, 8 коробочек, они будут видны, мы будем периодически о них напоминать, и люди смогут брать любую совершенно сумму денег, и потом эти деньги будут… Это все коробки будут запечатаны, мы их потом отдаём… Эти коробочки берутся специально, да, они закрыты, и потом сдаются. Доступа ни мы к ним не будем иметь, ни эти детки тоже не будут иметь, все эти деньги потом через фонд БиОП, они будут переданы именно бизнес-центрам, которые будут заниматься лечением, терапией этих деток. Поэтому, если люди… Вот сейчас я понимаю, что такое время, что все думают, что мы наживаемся, ни в коем случае мы никакого доступа к этим деньгам иметь не будем. И все эти коробочки, они опечатаны печатью… И вскрываются потом в присутствии комиссии, да, составляется акт. Так что мы это делаем всё чисто так, ради добра. Ну и давайте ещё немножечко попросим Светлану, художественного руководителя вот этого детского молодёжного театра, который будет представлять там сказку «Алиса в стране чудес», рассказать немножечко о вашем коллективе. Ну это не детский коллектив, это взрослый. Молодёжный, да, да. Там взрослые уже люди будут играть. Ну мы базируемся в Огро, да, так же, как театральная студия изначально была в Огро. На базе театральной студии возник вот этот вот театр. Получилось, что выпускники театральной студии никуда не ушли, и мы вместе начали создавать спектакли. Мы выиграли конкурс «Все латвийские» с постановкой, и нас пригласили на взрослый конкурс. Тогда мы поняли, что мы что-то, наверное, можем, раз нас уже приглашают на международный взрослый конкурс. И с тех пор мы существуем, объездили несколько городов латвийских, выступаем регулярно в Риге, в Огро регулярно выступаем. Совсем скоро у нас будет спектакль в Доме Москвы, 28 мая «Ёжик в тумане» будем показывать. И мы, вот моя гордость, мы участвовали во Всемирном конгрессе в Москве, представляли Латвию, как в молодёжный театр. А расскажите про «Ёжиков в тумане». «Ёжик в тумане», да. Мы будем показывать его в Доме Москвы. Это будут выступать даже не театр сам, это будет старшая группа театральной студии. Вот, очень красивая сказка с бумажными куклами, в общем, если кому интересно приходить. То есть приглашаем детей и родителей, да, посмотреть детский спектакль, костюмированный, красивый, добрый. И «Алису в стране чудес» 5 июня во время семейного фестиваля «Фэмили фест Рига». Да, театр будет в 6 часов вечера, а он будет закрывать мероприятие, поэтому тогда уже будет спокойно, можно будет сесть и насладиться творчеством театра. Ну, в общем, мы вас заинтересовали. Следите за информацией в фейсбуке «Фэмили фест Рига», на нашей страничке «Зеленая лампа», и мы будем напоминать еще в каждой нашей программе. До 5 июня мы будем рассказывать о новостях, о том, кто присоединился, о программе будем напоминать. И главное, что мы еще к концу, вот программа подошла к концу, напоминаем вам, что сегодняшняя программа рассказывала о юрмальчанке Елене Байковой, которой нужна срочная экстренная помощь, потому что ей поставлен диагноз саркома, и что в Латвии практически врачи предложили ампутировать ей руку. В израильской клинике, специализированной и очень серьезной клинике, надеются эту руку спасти, поэтому сейчас речь идет о том, чтобы собрать нужную сумму денег, и Елена смогла поехать в Израиль на лечение. 42 653 евро нужно собрать, чуть больше половины уже собрано. Телефон 930-6384, евро 42 цента за звонок, работает всю неделю до следующего вторника, до 24 мая, в помощь Елене Байковой. Сделайте, пожалуйста, звонок, если вам несложно, пошлите ей просто добрые слова. У нее сегодня день рождения. И спасибо нашим гостям, спасибо Екатерине и Светлане за интересный рассказ, мы сами увлеклись, уже прям вот собрались идти. Да, обязательно придем на ваш праздник и всех позовем. И вы знаете, еще раз подчеркнем, что наша история этой недели о Елене Байковой, это даже не вопрос спасения руки для нее, это вопрос спасения жизни, потому что израильские онкологи, они действительно творят чудеса. 930-6384, евро 42, и спасибо всем, до следующего вторника. До свидания. Радио Балкома